всем тихой ночи я тут решил пронумеровать старые видео с подборками объектов так или иначе основанных на каких-то явлениях из реальной жизни и увидел что их вышло аж 8 штук а значит это видео уже девятое посмотрим на то какие еще сюжета авторы сайта SCP позаимствовали прямо у реальной жизни однажды в 1980 году на юге австралии пропала семья агента фонда SCP и организация взялась расследовать это дело стало понятно что исчезновение людей в этой области не редкость а среди местных жителей ходят теории о том что за похищение ответственны сверхъестественные существа или пришельцы из космоса агенты фонда принялись за активное изучение местности и сразу встретили множество неизвестных науке животных в том числе аномальный организм уже изучаемый фондом на тот момент как SCP-4159 однако не он был ответственен за пропажу людей но что-то привлекало его сюда оказалось что в темных водах одного из местных проливов обитают ужасные аномальные существа похожие на несколько сросшихся человеческих тел с торчащими из них щупальцами эти щупальцы достигали до 70 метров в длину и существо могло наносить ими стремительный удар с пугающей скоростью занимались эти существа охотой на людей благо для вооруженных групп фонда SCP особой опасности они не представляли потому все экземпляры были отловлены и помещены в камеру содержания SCP-5007 в тексте объекта есть материала о пропаже пилота фредерика валентича небольшой самолет которого пролетал над проливом на малой высоте и был сбит щупальцем одного из существ летающая машина была вынуждена сесть на воду после чего множество ужасных щупалец утащило его на глубину что же такое в этой истории может быть вообще реального ну например загадочное исчезновение упомянутого пилота фредерика и его самолета теплым октябрьским австралийским вечером 78 года этот двадцатилетний пилот совершал учебный полет и в какой-то момент он сообщил наземным службам странную новость что к нему приближается другой самолет это было удивительно тем что в указанном квадрате летал только он один через какое-то время пилот сообщил на землю что вокруг него что-то крутится а затем закричал это не самолет после чего последовал звук громкого скрипа и удара по металлу были предприняты активные мероприятия по поиску пропавшего но не самого фредерика него самолет найти не удалось только лишь одну из деталей корпуса машины той же модели через пять лет выбросила на берег на один из островов неподалеку этот загадочный случай породил множество самых разных теорий им живо заинтересовались уфологи и криптозоологи первые видели в этом очередное доказательство того что и на лос существует и посещает землю вторые говорили о неизвестном науке крупным животным прячущемся где-то в этой местности разумеется есть много рациональных версий произошедшего например этот пилот стал жертвой иллюзии известны как могильная спираль когда из-за сочетания оптических эффектов и неправильной работы вестибулярного аппарата человеку кажется что самолет летит неровно он пытается его выровнять и это получается таким образом что самолет начинает крутиться по спирали и падает но то в реальности а в мире фонда SCP агенты организации установили что в пропаже этого человека были виноваты монстры из глубин довольно долго учеными фонда SCP считалось что на горе верес существует около двух сотен аномальных трупов необычное свойство которых заключается в том что они поглощают тепло без повышения собственной температуры организация даже присвоила этому явлению номер SCP 5140 дальнейшее исследование открыло факт что гора почти наполовину состоит из таких вот аномальных тел а сами эти тела иногда приходят в движение в реальной жизни верес конечно же не состоит из тел но как оказалось огромное количество туристов не сумевших преодолеть трудности подъема на эту гору и так и оставшихся там навсегда в последнее время стало настоящей проблемой сам по себе объекта SCP 5140 очень похож на статью с сайта bbc на эту тему там тоже говорится что трудно сказать сколько конкретно замерзших тел лежит на горе эверест и это число уже похоже больше двух сотен и судя по огромной популярности экстремального горного туризма это число будет только расти статья это 2015 года с тех пор туристических экспедиций на эверест стало гораздо больше в интернете можно увидеть фотографии толп людей на горе и гор мусора оставленных ими вот только это не значит что подъем стал безопаснее ведь помимо пустых банок пакетов и разорванных палаток на горе все еще продолжают оставаться десятки туристов в месяц фонду не помешало бы разобраться с тем почему людей настолько привлекает восхождение на эту гору третий объект в этой подборке тоже связано с горами и со смертельной опасностью с островными горами в атлантическом океане недалеко от антарктиды есть остров южная георгия который похож на торчащую из океана гору внимание фонда этот небольшой остров привлек когда по неизвестной причине там погиб персонал британской климатической станции расследование инцидента привело к открытию серии аномальных явлений обозначенных фондом как scp 63 48 в зимние месяцы вокруг этой морской горы образуется плотный туман покрывающий сам остров и довольно большую площадь океана вокруг фонд scp обнаружил что человек оставшийся на горе во время появления тумана подвергается эффекту похожему на обморожение вот только замерзшие ткани не собственно замерзают а превращаются в камень ученые организации взялись исследовать объект и им даже удалось собрать аномальное вещество тумана в контейнере что может быть полезным для дальнейших исследований и эти дальнейшие исследования открыли тревожные перспективы оказывается область захваченная туманом постоянно расширяется медленно но неотвратимо и за несколько сотен лет может поглотить планету превратив все живое в холодный камень на первый взгляд может показаться что объект 63 48 это просто типичная опасная сепи угрожающий очередным концом света но на самом деле в куске этого текста целая тонна отсылок к событиям реальности и литературе обратить внимание сначала стоит на то что объект сам по себе называется призрак шеклтона это отсылает к одной довольно любопытной истории из реальной жизни путешественник и исследователь антарктики эрнс шеклтон в 1919 году издал одну довольно странную книгу в нею написывает как он отправился на корабле в экспедицию к южному полюсу но корабль несмотря на то что назывался эндуранс то есть выносливость столкновение со льдами не вынес и затонул останки этого корабля кстати найдут только спустя больше 100 лет в 2022 году тогда же в крушении выжила лишь небольшая часть команды они на льдиных и лодках добрались сначала до острова под названием слон большая часть осталась на этом слоне а шестеро смельчаков включая самого шеклтона поплыли дальше они добрались до того самого острова из объекта южная георгия на острове согласно книге шеклтон искал спасение в виде стоянки китобоев который вроде бы должна была там быть но попал он на остров вниз той страны и ему пришлось пересекать гору посреди этого куска земли там он встретил несколько паранормальных явлений главным из которых было то что ему все время казалось что вместе с ним идет один лишний человек присутствие которого ощущали все участники экспедиции и который становился все более реальным с гибелью каждого из них так например когда выживших участника похода оставалось трое всем им казалось что вместе с ними идет кто-то четвертый а когда выживших осталось двое оба они были уверены что их все еще три человека собственное явление так и получило название фактор третьего еще одной вещью на которую обращает автор был плотный туман который постоянно следовал за участниками экспедиции а когда они поднялись на безымянную гору на острове они увидели что ничего кроме тумана вокруг и нет он покрывает собой весь океан снова как в объекте но дальше больше эрн шеклтон чудом выжил и написал свою книгу но позже он решил снова вернуться на этот остров и на этот раз ему не так повезло он умер прямо на корабле незадолго до прибытия на остров где его и похоронили кто-то может сказать а где тут вообще связь ведь в объекте сепи был туман превращающийся в камень а в истории шеклтона какая-то третья бесплодная сущность сопровождающая двоих выживших связь тут намного более неожиданное чем можно представить дело в том что есть такое произведение бесплодная земля писателя томаса эллиота оно было написано автором во многом под впечатлением от биографии шеклтона произведение это конечно сложное там про упадок человеческого общества про окаменение чувств но нас интересуют оттуда такие строки кто он 3 идущий вместе с тобой посчитаю нас нас двое ты да я но взгляну вперед по заснеженной дороге там он 3 движется рядом с тобой в интернете можно найти много рассуждений о том что значит эти строки но на самом деле они повторяют описание шеклтона того незримого третьего человека сопровождавшего выживших в походе а еще рядом с этими строками есть вот такое здесь нет воды лишь камни камни и нет воды и в песках дорога дорога ведущая в горы в горы камней в коих нет воды а это похоже и есть сущность тумана и засипе 63 48 призрак шеклтона всем пока